С самого раннего детства мне приходилось жить на улице. Бороться с уличными медведями за еду и со сражниками ради свободы. Именно на этих улицах я понял, что могу доверять лишь себе. Всё, что я знал, я должен найти монстров, что сделали со мной это. Чтобы отомстить им и, наконец, успокоить мою насытную жажду крови. Так, поэтому ты подраздительно стоишь в углу таверны? Это нечто мистическое и интригующее, что ты должен узнать сам. Но я сомневаюсь, что ты поймёшь всю ту боль и страдание, что я пережил, чтобы... Ладно, чувак, ещё увидимся. Не-не-не, погоди, ты должен быть нередко заинтересован и спросить ещё про мою предысторию. Знаете чё, я устал быть очередной шестернёй в машине приключенческой группы. Я пойду своим путём, создам свой кредо и сделаю то, что должно. Верно, я иду свой плуть. Поняли шутку? Плуты — это те самые скрытно-тыкательно-умело-бегательные макаки забытых царств. И лучший выбор, если вы играете молча, чтобы вовремя вмешаться и не дать своим сопартийцам сделать хоть что-то. Ведь они делают всё неправильно! Однако, если вы хотите стать даже большими РСЮ, вы также можете взять умелость, чтобы улучшить владение оружием до бредового уровня протагонистов аниме. Я знаю, что вы думаете. Эй, это ж почти что Барт! И хотя это частично правда, разница в том, что плуты не обязательно должны быть весельчаками. Наоборот, они глубокие, грубые и вечно грустные с 9 до 5, 7 дней в неделю. Кроме праздников, и кто может быть грустным на Рождество, правда? Другое отличие — уникальная боевая фишка — скрытная атака. И поскольку названия в D&D всегда неточные, вам обязательно нужно залегать на дно и обмазываться дерьмом, чтобы нанести скрытную атаку. Но скорее бить, когда враг просто не в настроении тебе мешать или просто хочет, чтобы всё поскорее закончилось. Это значит, что оно работает, когда ты обошёл врага с фланга или враг упал навзничь. Или он начал выёбываться о том, насколько он умён. Ну, знаете, когда его легко пырнуть! Тебя же, напротив, совсем нелегко пырнуть, поскольку у тебя есть 4 ебучих умения, благодаря которым тебе сложнее прижать к ногтю, чем понять, обидел ли твоего друга тот колкий монолог, что ты выдал ранее или нет. Ты уклоняешься в свой ход, уклоняешься в чужой ход, уклоняешься от огромных огненных шаров, и даже уклоняешься от счёта в ресторане на первом свидании. Наиболее уникальная особенность плута — это их эксклюзивный язык, воровской жаргон. Воровской жарг кто? Я без понятия, че слово. И все без понятия, ведь он позволяет тебе бросить набор слов, которые могут означать всё, что угодно. Тимми пьёт чай с местным кузнецом. На самом деле означает, давай сгоняем ближайший храм и спиздимся пожертвования. Кстати, воровстве. Воровской архетип означает, что ты особенно быстро в воровских штуках. Типа взлома замков, поглощения зелий и хардкорном паркуре. Архетип ассасина позволяет твоим пыряниям быть особо пырятельными, и позволяет пырять, пока ты замаскирован, как ребёнок, которого ты мельком увидел, чтобы было кого подставить в будущем. Магический обманщик буквально делает тебя бардом, но не столь талантливым или привлекательным. Позволяет фокус-покуснуть чей-то кошель на расстоянии трёх миль. Планировщик — это просто Шерлок Холмс. Набор также входит в ебоны и музыкальное сопровождение. Налётчик постоянно вызывает людей раз на раз. И разведчик, который очередная улучшенная альтернатива стрелку. Твоя задача — заставить всех чувствовать, насколько ты лучше их во всём, что ты делаешь. Ведь когда тигма попадает в вентилятор, мы все знаем, кого твоя команда будет просить о помощи. Пожалуйста, взломай дверь в королевский замок! Потому что бард случайно ударил стражником по яйцам в попытке соблазнить. И ты с радостью покажешь им свои навыки, полученные во время существования в столь жестоком и непрощающем окружении, что когда-либо было твоим домом. Из-за чего тебе приходилось делать сомнительные вещи и моральные выборы, чтобы просто выжить. Главное, постарайся не порезаться, пока бежите по этому лезвию. И теперь умеете играть за плута на здоровье. Редактор субтитров А.Семкин